А, вот так. Бинг-бонг. Так вот, почему вам так много платят? Эм, что ты делаешь? Вы ничего не видели? Я перепрограммирую модули. Чищаю материнскую плату. Я нажимаю на кнопки, они издают забавные звуки. Понятно. Я Кэролайн. Я работаю в Белом доме. О, это круто, я сфанк. У меня нет вообще никакого дома. Да. Элисон говорила, что ты идеально подходишь для этой работы. Но теперь я понимаю, что она поездила мне по ушам. Что ж, президент подумывает о рассекречивании отдела энергии. И поэтому он поручил мне поручить Элисон поручить тебе задание по подготовке видео для знакомства с отделом энергии для ежегодного собрания ЦРУ. Вы хотите, чтобы я представил отдел энергии всему Центральному разведывательному управлению? О боже, это точно ошибка. Хер там. Вы обратились точно туда, куда надо. Знаете, я ведь всегда хотел посвятить себя... Ммм, как это говорится? Ле режиссюре. Хорошо, факторинг, производственный дизайн, звуковые эффекты и небольшой бюджет на визуальные эффекты. Итого, ммм, 7 миллионов долларов с оплатой в следующем году. Ну как вам? Да уж нет. У вас есть 6 часов и 0 долларов. Я в деле. Один вопрос. Как я буду снимать? У меня нет камеры. И рук. Можешь воспользоваться этим. Только не сломай. О, клянусь своим процессором. Пришло время спанка дрона, детка. Кто такие команда Альфа? Что ж, до сего дня мы были самой секретной частью американских вооруженных сил. Элитный цифровой ударный отряд, спасающий мир с помощью видеоигр каждую неделю. По крайней мере, это наша работа. Но то, кем мы являемся, больше связано с нашими качествами. Это честность и профессионализм. Эй, Эдди. Я получила запрос о переводе вас в восточное крыло или поближе к Руби, насколько возможно. Руби — это наш техник, очень важная часть нашей команды. И один... Вы встречаетесь? Нет. Потому что если да, вы должны оповестить отдел кадров. Я просто думал, что это будет милый сюрприз. Пододвинуть свой стол поближе к столу другой сотрудницы без её согласия является формой харассмента. Поговорим позже. Спасибо, Шукри. О чём это я? А, да, ты говорил о честности и профессионализме. Верно. Это именно то, что характеризует команду Альфа. А, извини. Давай ещё раз. Ничто не характеризует команду Альфа так, как честность и профессионализм. Оу, да ладно! Ха, сообщение от заблокированного номера. Посмотри налево. И тут наступает этот неловкий момент. Я раздвигаю его булки и засовываю гранату прямо туда. И тут я понимаю. Чёрт возьми! Я же не выдернул чеку! Так что я засовываю руку ему по самый локоть, достаю гранату и понимаю. На самом деле я выдернул чеку. Капец. Ну, короче, я засовываю гранату обратно и потом... Бэм! Ханатому нацисту! Ох, боже. Ну, короче, я ответил на твой вопрос? Не-а! Круто! А чего ты спрашивал? Может, я вернусь, когда тебе станет лучше? А как быстро организм перерабатывает алкоголь? Центр по исследованию заболеваний печени говорит, что на одну бутылку уходит час! Супер! Что ж, ты можешь подождать 26 часов? Боюсь, что нет, здоровяк! Ладно, что ж, давай тогда продолжим сейчас. Что ж, Томми, расскажи нам о себе. А, хороший вопрос, Панк. Являюсь ли я самым важным членом команды Альфа? Ну, не знаю. Является ли актом героизма доставка команды до безопасного места под огнём противника, пока весь мир висит на волоске? На это должны дать ответ другие, потому что я не обращаю внимания на такие вещи, как награды, трофеи, признания. Что ж, Томми, напомню, этот ролик позволит представить тебя всему ЦРУ. Точно. Я и забыл. Я думаю, это наконец-то поможет мне продать некоторые из этих NFT. Но в целом это ничего не меняет. Честно. Если поспрашиваете людей, то узнаете, что я уже стал чем-то вроде легенды. О, Томми? Да, он легенда, блин. Он легендарный засранец. Он никогда не даёт мне чаевые. Окей, я имел в виду спросить кого-нибудь, кто знает меня. И нафига мне платить ему чаевые, если у него есть зарплаты от государства? Легендарный засранец. Да я даже не самый большой засранец в команде. Ха, самый простой вопрос. Самый большой засранец это Томми. Только не на запись. Это Томми. Это Томми, точно. Сколько это займёт по времени? У меня плотный график. Стой, разве? У тебя в расписании только одна запись. Трёхчасовой блог с десяти утра подписан как Пятница Фалосов? Что за Пятница Фалосов? Я не понимаю, о чём ты. Ты уверен? Оно выделено жирным шрифтом. Ты даже создал напоминание. Давай дальше. Ладно. Расскажи, каково это быть снайпером команды Альфа? Ха, забавно. Наш психолог в ЦРУ тоже постоянно спрашивает эту чушь. Тяжело осознавать, что судьба мира зависит от движения твоего пальца. Я знаю, это твоя работа задавать такие вопросы, но расслабься. Ты же знаешь, что у нас всё под контролем. Он мой пациент. Я не могу обсуждать с тобой наши сеансы. Окей, но что если он сказал вам «Расслабьтесь», ведь у команды Альфа всё под контролем. Вы согласны с тем, что команда Альфа офигенная? Вы же не можете отрицать, что у них идеальный послужной список? Да, у них идеальный послужной список. Я знал, что вы согласитесь. А знаете, у кого ещё был идеальный послужной список? У Капитана Титаника. Я не смотрел. Так, получается, я прав? Может, если ты понаблюдаешь за ними за работой, тогда ты поймёшь. Окей, они двигаются, но как-то медленно и вверх-вниз. Я... я не понимаю. О, да! Что в вас, команда Альфа? Что вы скажете, если кто-то умрёт? А ну убери камеру, пока я не выдернула твой процессор и не засунула его тебе. Конечно, ЦРУ — это нечто гораздо большее, чем несколько элитных агентов с доступом к государственной тайне. Здесь работают сотни других сотрудников и вспомогательный персонал, который обеспечивает бесперебойную работу. Например, агенты Конклин и Моралес, которые отвечают за весь подбор персонала, включая нашу программу стажировки. Для чего эта съёмка? Это уж точно не ваше собачье дело. Кажется, у нас здесь очередная будущая звезда ЦРУ. Сколько стажёров в настоящее время в программе? Десять? Пятнадцать? Оу. Эм, всего один. Ха, могу покраситься, я видел здесь больше народу. Да, у нас большая текучка, так как они быстро идут на повышение. Да, не потому что их случайно убивают или что-то в этом роде. Не поэтому. Ну вот. У нас опять беглец. Что я делаю в отделе энергии? А что я не делаю? Я убираю, готовлю, охраняю. Нет, выпустите меня отсюда! Я просто счастлив, вы здесь! И мы счастливы, что ты работаешь здесь, Дэрил! Нет, я имею в виду здесь, типа на этом свете. После того, как Эллисон убила меня два года назад и стёрла моё имя из интернета, я очнулся в лаборатории наполовину машиной. Конечно же, я охренел. Но потом, Эллисон дала мне выбор. Вечно работать здесь, бесплатно. Или вернуться в зияющее чёрное небытие смерти. И знаешь, что я скажу? Я принял неправильное решение. Спанк, убей меня! Пожалуйста! Я сделаю что угодно! Спанк! Слушай, у меня не будет времени посмотреть эту запись до презентации перед всем ЦРУ. Так что, надеюсь, это то, что нам нужно? Абсолютно! Я сам отсмотрел её несколько минут назад, знаете что? Всё идеально! Что ж, Спанк, это было странно. Спанк! Вот ты где! Слушай, я узнал, что то интервью, которое я давал, было для документального фильма. Почему ты не сказал? Я хотел, чтобы всё было откровенно. Ну, я надеюсь, ты хотя бы не использовал ту маленькую часть про Томми. Да я бы никогда! Спасибо, Спанк. Уф, ты реально хороший друг. Ой, да ладно! Упси! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok